Воспитанники детских садов поучаствуют в сдаче норм ГТО. В пресс-центре спортивного комплекса «Триумф» прошло организационное собрание представителей Люберецкого спорткомитета и воспитателей детских садов. Как будут сдавать нормативы самые маленькие жители округа, знает Мария Антонова. Воспитанники детских садов 6-7 лет на сдачу норм ГТО зарегистрированы. Теперь стартовал второй этап, где им предстоит выполнить нормативы. Дошкольники подходят под первую ступень ГТО. Им необходимо сдать челночный бег, прыжки в длину, метание теннисного мяча, плавание. От выполнения этих и других упражнений зависит степень значка ГТО. Бронза, серебро или золото. На сегодня количество наших 6-7 лет, которые у нас есть, это около 4 тысяч детей, которые находятся в дошкольных учреждениях. Вся информация будет подаваться на централизованный сайт, где будет выставлена рейтинговая система. И по итогам рейтинговой системы опять произойдет оценка количества зарегистрированных и выполнивших нормативы ГТО. И также будут определены победители. Спорт, как отметили на собрании, основа становления характера у ребенка. И важно именно с детства прививать интерес и любовь к физической культуре. Когда детки у нас пойдут в школу с значком ГТО, будь то золото, серебряно, бронзовый, это уже их самооценку повышает, они уже будут подготовлены. Потому что чем дальше они будут учиться, тем и нормативы у нас больше и выше. И у нас очень много спортивных соревнований, а это все здоровый образ жизни. Второй этап выполнения нормативов комплекса ГТО продлится с 1 февраля по 31 мая. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.